И снова всем здравствуйте, с вами Техномакс, мы продолжаем лон VR, собственно, если вам она зашла, ну давайте продолжим, правда, мне кажется, или тут как-то громко, а еще музыка-то в игре есть, просто она есть в ней везде, и она немного тихая. Так, ну я вижу, по-моему, это спуск на улицу, да, можно сюда пойти и сюда пойти, ха, на улице камин, почему дров нет, е-мое, это прям вообще киберпанк, столько мест, куда можно пойти. Я же говорю, музон есть. О, офига себе, ларек с подсветкой. Вот значок у него на груди, в виде красного треугольника, я такой видел, конкретно, если кому интересно. Ты че, блин, э, тетка. Офига себе, тетка перебухала, ты че, охренела что ли? Устроила тут, блин, понимаешь, на улице. Хожу, никого не трогаю, подходит пьяное тело, давай кулаками махать. В смысле у тебя кипаут, держись подальше, на ноге написано. Я тебя сейчас сам ногами запинаю, алё. Иди сюда. Вообще, отбитая начисто, блин. Так вот, о чем это я? Значок этот, кому интересно, это серия скинов проекта из Лиги Лиган. Я знаю, потому что играю, да. Ну, пойдем вниз. В прошлый раз я немножко неправильно перевел. Она сказала не починить дрона. Она сказала, приходи в магазин ремонт дронов, и я открою тебе дверь, типа. Ну, пойдем. Что-то я смотрю, тут улицы такие, прям, небезопасные совсем. Хэллоу ворлд. Да, первые скрипты интернетовские, блин. Когда ты вводишь программулину, она у тебя печатает хэллоу ворлд. Да, интересно здесь звук. Счастливчик, интересно кто. Вообще, сюда мне как-то не хочется. Дронфикс, ну, куда-то сюда. Здорово. Я человек, а ты кто? Ты тоже человек? Модный какой, блин. Так, дронфикс у нас. А, блядь, телевизор. А, погода. Да, чё тут о погоде в Киберпанке рассказывать? В Киберпанке всегда погода вот такая, дождь. А тут... Эээ, пустите меня на тусу. Занук. Это секьюрити, да? Охранник перед баром. Сайбер. Сайбер. А, где... А, дронфикс вот нам сюда. Ты тоже будешь со мной драться? Он, чё, от меня отошёл, что ли? Да не надо от меня отходить. Ты такой здоровый, что я тебя сам боюсь. О, прикольно. Ха, дрон такой. А, блин, чувак, у тебя обе руки левые, если что. Вот левая нормальная, а правая-то левая. Чё, бочонок пива? Нормально. Ну ладно, не будем задерживаться, пошли в дронфикс, чё она нам скажет там. Она говорила, что... Да ладно. Она говорила, что покажет новую игрушку, надеюсь, это не про собаку. Здравствуй, мой хороший. Да-ра-ра, да-да-да, какой пушистик. Ой, ты, блин, класс. Я первый раз вижу в Гаре такую классную собаку. Хвостом виляет, дышит нормально. Так, ну вот, собственно, магазин Дронфикс, как-то в нём темное, обшарпано. Если бы не оборудование кругом, я бы подумал, что тут заброшено всё. Всякие динамики ремонтируют, видеомагнитофоны, наверное, старые. А это дроны, я понял, да? Летающие. Тут не очень хорошо, как бы, видно. Стой. Но чё-то видно, как-то вот, какие-то такие дроны здесь. Так, главное не доломать, а то, блин, потом с нас денег как возьмут за это. Стоп, это ящик. Ну, надо же, это ящик. А это чё? А, это тоже ящик. Просто, ладно, я понял. Но тут ничего нет. Ну да, вот типичный дрон. Так, Генри Ф, сектор 81. Дорогая Луна, спасибо большое, что так быстро откликнулась на обслуживание моего дрона. Мне нравятся новые ускорители. Луна Аккаунт. Аккаунт Луна. Это, собственно, наша подруга, с которой мы разговаривали, да? Так, а это чего? Дронфикс Нетворк. А, ну это то же самое. Ему нравятся новые ускорители настолько, что он написал это дважды. На том мониторе и на этом. Ага, вот нам открыли Handscan Station. Давай, сканируем руку. А зачем в таком маленьком магазинчике, специализированном, такой большой подвал? Ладно, сейчас разберемся. Ступень, ё-моё, какие модные. Сидит. Не, ни хрена себе, у неё тут убежище, блядь, целый бункер. Так, открывай. Здорово. Гостик тебе. Так, так, так. А, ты выглядишь уставшим. Да, ночные месиво с криминалом, типа. Ты разбрасываешься деньгами вокруг, а я нахожу следующего преступника и держу голову над водой. Знаешь, что они говорят о вредных эффекциях эксцессивных скрин-тайм? Эээ, так. Тебе нужно немного подучиться, прежде чем брать следующую работу. Да, это точно, у тебя был для меня подарок. А ты для этого готов? Телекинетические перчатки. Ни за что. Именно так. А где они? Иди через основную дверь. Дверь инструкции там справа. Я понял. Блин, быстрые субтитры, не успеваю переводить. Так. Стоим бы. Что пишут? Так, стул давай вот так вот. Тихо, тихо. Я все уберу. Я все уберу, не волнуйтесь. О. Ага. Эй, Луна. Где посылка из Титана? Скоро ли она прибудет? Типа. Или когда она прибудет? Мне нужно починить поезд в секторе 9. И босс, кажется, порежет мне зарплату в следующем месяце, если я не успею. Даниэл А, сектор 9. А, ну, видимо, доставка каких-то запчастей для поезда фирмы Титана-то задерживается. Не, ну, так все сделано простенько, но со вкусом. В целом, так, обставлено что-то. О, а это спальное место, да? Она ничего такого не читает, чего мы не видели. Вроде бы нет. Еще кошара. Здорово. Батарея отопления. А, это не батарея отопления. Блин, это полки такие, е-мое. Похоже на радиатор. Ладно. Ну, я так предполагаю, нам сюда. Это что такое? Понятно, это просто мятая жестяная банка. Тут такое освещение, блин. Вроде здесь все должно быть ярко, с таким количеством света. А тут такие контрастные, блин, места. Там, где светло, там светло, там, где темно, там, темно, начисто. Телекинетические перчатки. Хорошо. Небольшая тренировка. А. Типа, открой ящик и вставь руки, чтобы мы могли присоединить перчатки. О, а у нее тут что-то еще есть. Ну, давай. Давай. Это вот оно и есть, да? Ну, что-то здесь ноль. И здесь ноль. Это, наверное, заряды какие-то. Так, а можно телекинетически у тебя оружие стырить, нет? Жаль. Ну, вот монтировка. Явно. Или гранаты такие, или лечилки. Блин. Ну, сейчас мы будем, как в халфе, да, на мусоре тренироваться гравипушкой. Только тут грави-перчатка. Так, я загружаю у тебя кое-какие обучающие файлы. Первое... Первое... Да, 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 да. Для начала, говорит, захват на расстоянии. Попробуем ставить батарею в эту дверь. Холт гриб, вар-таргетинг, an object for telekinetic grip. Вот. То есть теперь можно, как в нормальных VR-играх, притягивать всё, что нам надо. Наконец-то. Не придётся лазить и... Нагибаться. Да я не тебя звал, уйди отсюда. Блин, батарея, ты чё? Я же тебя... Да ты вообще уйди отсюда. А, вот. Наконец-то. А предметы... Ага. Да, блин. Почему нельзя предмет сюда вот так раз? Он же подходит по размеру даже. А, ну противогаз это мы видели. Давайте вставим. Интересно, если я могу притягивать, могу ли я их отталкивать, блин? Вот было бы хорошо. Ё-моё, не успеешь руки убрать, без пальцев останешься. Быстрым, быстрым, быстрым. Всё позакрывалось так резко, блин. Кошмар. Вот технология. А, давай теперь восстановим твоё здоровье. После того, как оно было подорвано прошлой ночью. Вставь руки в нано-машины. Эти роботы несут нано-материалы, которые увеличивают твою силу и восстанавливают повреждённые органы. А, нано-ботами чилимся, да? Влечимся. Э. А почему вот это не притягивается? Чё, сил не хватает, что ли, такое тяжёлое тащить? Блин, ну Half-Life натуральный. Монтировка? Есть. Оружие с гравитацией? Есть. Теперь ещё и настенные зарядники. Куда тебе... А, вот так. То есть это... Это вот это вот зелёное, это моё здоровье, я надеюсь? Можно встроенный фонарик сюда какой-нибудь, нет? Ну ладно. Нано-боты. Ёлки-палки. Это какая-то шахта старая, или это ветка метро заброшенная? Эм... Я как будто... Что за запах? Это твой следующий урок. Погоди, это канализация? Это секретное укрытие? Лон? Половина моей энергии... Была перекрыта городскими отходами. Мне нужно, чтобы ты расчистил пульт для энергии. Хорошо. Типа, охотник за головами класса С будет заниматься уборкой. Ну а что делать? Так, что ты от меня хочешь? Position left or right glove. А, ну да, типа... Объект, presser hold, trigger to levitate. А, левитация есть на триггер. Я понял. Короче, на хваталке мы притягиваем, а на триггер мы управляем. Ну всё, блин, я тёмный джедай. Всё, я понял смысл. У неё вот эти вот... Объекты, они перекрыли доступ к энергии. Класс! Всё, вот это интересная механика такая. Так, иди сюда. Отлично, вон, ты это сделал. Возвращайся сюда, и мы продолжим обсуждать твою следующую работу. Ну это хорошо, но я думал, тут как-то подольше придётся побродить. А дверь я не могу так открыть. Не могу. Если это дверь вообще. Хотя, похоже, было с той стороны забитое досками. Интересно, можно ещё поиграться с этой фигнёй? Можно. Блин, жалко, импульсом бросать нельзя. Ну, тоже хорошо. Так, возвращаемся обратно, чтобы продолжить дискуссию. Хорошо, энергия поступает. Тебе необходимо вернуться обратно в машину Хайв и поехать на улицу 6. Лор? Самый большой поставщик оружия? Да. Кто-то получил новый Лорекс-11-4Е пистолет. У охраны не было и шансов. Тебе необходимо выяснить, что случилось. Нам необходимо собрать доказательства до конца дня. И тогда мы оба получим несколько кредитов. Хорошо. А, говоря об оружии, а где твоё? Ну... Ага. Так, тут новый продавец оружия неподалёку. Купи себе оружие в лаке. Хорошо. Ах, да, твои перчатки... Скажу, сколько у тебя денег осталось. А, я понял. Увидимся, партнёр. Короче, она сказала, вечеринки, говорит, негативно влияют на твой мозг. Типа, что он не помнит, где его оружие. Подожди, а... А, Б тоже витамин. А как отсюда выйти? А... Нам туда, что ли, выходить? А как сюда вообще залезть? А, возьмите кредиты. Кредиты могут быть собраны. Позволяют вам покупать оружие и снаряжение. Положите кредиты со стола луны в ваше плечо, чтобы собрать их. Потом идите в лаке. А-а-а! Вот чём я не выпускали. Хоть живую на тебя посмотреть. Ну, ничего, такая симпатичная тётка. Я вижу у неё там, да. На мониторе какая-то хрень, она её, видимо, настроить не может. Ты в курсе? Хакеры так не работают. У них одна рука вот так вот не лежит, а вторая не щёлкает по кнопкам. Они работают двумя руками. Ну, или хотя бы двумя указательными пальцами. Идём в магазин лаки. Странно, блин. Наше оружие всё там в машине, вообще-то. И какого хрена нам что-то ещё покупать? Ну, раз надо, значит, надо. Не забудь навестить... В смысле, не забудь попасть в лаке. Я не забуду. Вот лучше бы субтитры были вот так вот написаны, чтобы можно было прочитать, а потом поскипать. Хорошая собака. Лаки там находятся, и нам нужно туда. А ещё вот какая-то лестница наверху. Ну, вроде как сюда. Вальс-секьюрити, лаки сюда. Вот я ж не указатель. В этом городе будущего можно было легко потеряться. Звуковая станция. Это нужно включать. Я понял. Подожди. Ритм сначала. Нет, не попал. Почти. Это ударники, что ли, все? По-моему, попал. Короче, мы диджей. Это не подходит. Вот так лучше оставить. Всё, пускай играет. Короче, система немножко непонятная. Я думал, оно будет синхронизировано запускаться. А, вот он в магазине, где дырявые пистолеты продают. Магазин открыт. Пожалуйста, купите оружие. Эй, чувак, первый мой покупатель. Здорово. У меня сегодня будет работа. Какая работа? А, мне нужно вычистить улицы, типа, а тут. А, ты должен быть неуязвимый. У тебя деньги есть, да? Ну, давай, покупай этот, типа. Если есть деньги, покупай себе чертёж. Так. Блин, скрин, шоу ее. Мэнни кредит, ю хэвэл лейбл. Так, 200 кредитов. Это вот нам только нож предлагают купить, что ли, боевой, и всё? Тысячу кредитов, нифига, там плазмоган. Давайте посмотрим, что здесь есть. Палка-стрелялка какая-то. Это похоже на пистолет-пулемёт. Ну, ладно, Пурчейз. Эй, пал. Люди в этих парках идут делать свои вещи. Едем, идем в клуб, получившись, и инвестируя в новые отношения с несовершенными типами. Эта часть города, типа, безопасная. Понял, понял. Я поверю в эту магию, когда увижу. Удачи и спасибо за закупку в лаке. Что-то он какой-то стрёмный, как будто андроид. Вот так колбасит, блин. Вообще на него страшно смотреть. Он такой... Как будто бы кукла пытается казаться живой, знаете. Вот у него неестественная такая анимация и мимика, что он страшный, блин. Короче, он сказал, что город в целом безопасен здесь, в этом районе. Но дальше будет всё гораздо хуже. Типа, когда мы найдём 3D-принтер, нужно будет выбрать свой чертёж, сказать абра-кадабра, и оно всё, типа, заработает. Вот такой вот клинок нам предлагают купить. Точнее, не купить, а скрафтить потом. На 3D-станции. А, кстати, вот оно. SG3 лор. Дробовик, что ли, такой? Плазмовик какой-то. На картинке оно всё казалось меньше, чем здесь. И пистолет точно меньше. Вот это вот я стесняюсь спрашивать, что это такое. Такой интересной формы. Ладно, предположим, это дубинка. А, Lucky Attachment Network currently offline. Ну, понятно. Короче, как это назвать-то, блин. Страничка с модификациями для оружия. Офлайн. Иди обратно в Hive-машину и отправляйся в Сектор 6. Когда ты здесь закончишь, закончишь, возвращайся в машину. Я понял. Ну... Задолбал он со своей погодой. Погода всё равно не поменяется, нифига. А, это кто? Прикольные ручки. Почём покупала? Где продают? Они кофе в постель приносят? Может, они массаж делают? Я не знаю. Но руки модные. Хорошо. Нам нужно возвращаться в автомобиль. Автомобиль. Это что за 3D-жилопись такая, блин, аж выпирает. Но я вижу в этой картине идею, которая прямо так и лезет наружу. Ну, с запасами мы закупаться закончили, кстати. А это куда? Реально, куда это? Блин. Можно попасть, стой. Это вот. Реально, стоило бы сделать чуть более аркадной по управлению эту игру. Тут слишком много инерции и физики. Ну, ладно, здесь закрыто. Вот, наверное, просто так можно залезть. Там ещё что-то. Ну, нам как бы в машину, а, наверное, дальше сюда просто выходить. Или нас отвезут. Подождите, блин. Я подождите посмотрю. А я, кстати, здесь блин. Нет. Крайне неудачной идеей было сделать, блин, движение вперёд и прыжок на одну кнопку. Вот, серьёзно. Крайне неудачная идея. Вот. На правом контроллере кнопка вверх, она вот, ну, не задействована никак. Ну, возьмите на неё прыжок, повесьте. Это было бы удобней. Пророчество. Какое ещё, блин, пророчество? Кстати, музыку сейчас должно быть слышно. Так, это опции. Это не то. Кредитов нету. На последние кредиты купил чертёж на жаблин. Ну, вообще капец. Бар. А, ну вот. Так, производство оружия на станции 3D-принтинга. Давайте попробуем эту фигню. А как тебя попробовать? Где мой? Как? Как? Что? 50 чего оно требует? У меня же просто жопа голая, у меня ничего нет. А. Блин, это вот это, что ли? Не понял. Это просто кредиты. 25. Это мне кредиты нужно поискать тут ещё? Я вижу. Да не тебя я вижу, а вот тебя. То есть, я должен за кредиты покупать чертежи. И за эти кредиты я ещё должен делать оружие. Вообще гениально, блин. Ну да. Ну. Так, куда тебя вешать? Ага, на бок. Хорошо. Это как мало оружия, на бок вешается. Бар. Только я нож неправильно держу. Обратным хватом нужно держать лезвием вперёд, блин. А не вот так вот. Как я буду резать, блин? Тупой стороной задней, что ли? Так. А, тут наверх можно залезть? И судя по всему, не только наверх. То есть, это вот тут сектор 9, куда нам требовалось пойти. Ну-ка, погодите-ка. О. Тут есть кредиты. Кредиты нам пригодятся. Так, там ничего нету. В ячейках хранения ещё кредиты. И ведь эти кредиты, по идее, кому-то принадлежат, наверное. Ну, вы представляете, что просто по улице идёшь, а там деньги лежат. Да ну бред. Нет. А куда это нож у меня упал? Да, блин. А, ну можно было залезть и по цепи там, я понял. Чё-то тут музыка играет и там, и сям. Ну-ка, погодите. Чё-то две музыки сразу играют, короче. Да, ну, блин. Чё-то, короче, сразу две музыки играют и, блин, вакханалия звуковая получается, поэтому я музыку отрубил пока. А ну-ка. Держи. Не, чё-то, короче, это... Чё-то, блин, нифига не сносят. Тут неудобно драться. Как-то вот вообще неудобно. Ха! Я его бутылкой, что ли, осадил? Ты где, придурок? А, вон ты где. Стой! Зараза, блин. А... А чё у нас такая физика вроде в игре, да? А стулья прибитые к полу. Ну-ка, иди сюда, животное. Это паука-мина какая-то, похоже на мины. Ты там вообще не дёргайся, блин. Не, вот мне нужна монтировка прям. Ты, нифига, ты какой! Как-то очень неинформативно они тут умирают, если честно. Непонятно, ударил, не ударил. Кстати, музыку я с Киберпанка, скорее всего, вставлю. Во! А ну-ка, стоять. Да... Да нет, надо ки другой стороной брать. Ну, не двумя же пальчиками, правда. Можно вообще вот так вот драться типа абракадабра и бить их прям вот так попробовать. Да, блин. Ох, зря тут сделали, конечно, физику такую. С инерцией. Где моя монтировка вообще? Дайте мне монтировку, я сразу разберусь со всеми. У меня, кстати, здоровье-то, смотрю, немного. Ладно, я понял. Так, быстро все сломалось. Какой-то сектор прям заброшенный. Луп-стейшн. Дистрикт 9. Туда. Ну, на проспект 9 нам в ту сторону. Сохранка прошла. О, наушники. Нет. Ну, вообще-то нам туда надо, как бы. Погодите. Ап, кредиты нашел. Кто-то бы сказал, деньги на дороге не валяются, но только не здесь. Здесь они валяются. Так, уже бегают, я слышу паучара. Ха-ха, лох. Лох. А ты дверь умеешь открывать, нет? Бля, умеет. Умный какой. Какой у меня засранец, блин. Чего-то тут ходов как-то много, я уже потерялся чуть-чуть. Да, залезли. А, еще паучара бегает. Но он сюда не запрыгнет. Как бы... А, физика, блин. Реально какой-то кибер-халф-лайв. Ну, хорошо. Мне, в принципе, нравится такая, блин, идея. О, кредиты. Да, блин, хватит прыгать, персонаж. Ну, спрыгивай сюда, дятел. Не, пауки безопасные, они тупые. Достаточно просто увернуться, он хряпается об стену, его можно спокойно прибивать. Кстати, вот еще кредиты. Сколько уже? 105. Ну, да, пришел, он вот отсюда явно. Дрон разбитый. Ну, блин. Ну, вы поняли, да? Где мы это видели? Приколюхи вот эти вот с бочками, с физикой. Хе-хе-хе-хе. Блин, чисто халва. Ну, это прикольно. Ой, 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 какая физика страшная. Все, не дергайся. О. Давай, до сохранки дойдем. О-о-о-о. Ммм. Я понял. То есть, нужно как-то... Да, блин. Нужно вот эту батарею взять. И протащить. А, то есть, я понял. Это все-таки слот для батарей был, да? Только почему-то она не вставлялась до этого. Короче, можно одну батарею с собой таскать сохраненную. Не, ну, блин, ну, Half-Life второй, ну, прям один в один. Если бы не вот это вот киберпанк окружение местами, было бы, может, даже и не отличить. О, кредиты. То есть, эти ящики все-таки обитаемы. Там что-то есть. Батарея. А здесь что? А здесь какой-то подвал. Подвал. Еще кредиты. Блин, стой. Еще кредиты. Ну, я понял. Игра стимулирует на то, чтобы ходить, исследовать и везде влезать. Это хорошо. Тут ничего нету. Здесь тоже ничего нету. 205. В принципе, на еще один нож мы уже насобирали. Блин, да какого нахрен было делать такой бред? Нет, я сюда не зацеплюсь. Бег вперед с прыжком. Ну, нахера? Так, сохранка. Дошли до сохранки. Ну, все, в принципе, тогда останемся здесь. Там дальше еще куда-то можно идти. Сохранка прошла. И на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Техновакс. Это был LoneVR. И, может быть, продолжим уже в следующий раз. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok